Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Будут интересные покупки в Вайлберис Азон. Будем проводить с вами интересный эксперимент. Еще покупки Алиэкспресс. Наконец-то некоторые доехали. Итак, поехали! Еще одна интересная покупка в Вайлберис это ершик для унитаза силиконовый. Нашумевшие такие ершики, но у меня он с дозатором, что ли, как он правильно называется, девчонки, здесь не написано. Я решила, что хочу именно такой. Нашла лаконичный, они не все симпатично смотрятся. Проверила его уже на пункте выдачи Вайлберис, но там ручка, сейчас покажу, вот я ее заляпала даже, была испачкана чем-то вроде мазута. Я потерла пальцем, оттирается вот здесь. Я его весь уляпала. Так вроде ничего, посмотрела, проверила. Он, кстати, крепится на стену. На стену мы его потом после ремонта в ванной прикрепим. Я сразу взяла хороший, 500 рублей за 506, вот этот вот я нашла здесь крепление. И вот эта штука клеится к стене. Навряд ли будет долго держать, потому что кривая основа здесь хорошая, вот таких креплений, но лучше укрепить либо моментом, либо пусть он будет стоять. У нас он пока будет стоять, вот эту штуку я на всякий случай оставлю, главное не потерять. То есть он может висеть на стене у нас с вами, да? Есть такие ершики, которые, подставочка вот здесь выдвигается, и можно лишнюю воду сливать. Но я взяла другой, потому что мне нужен был именно дозатор. Сюда заливается средство для очистки унитазов. Вот этот верх откручивается, я взяла уже его. Сейчас будем с вами пробовать. В этом стаканчике, как бы у нас с вами низ откручивается. Он откручивается, потом обратно прикручивается, то есть мы промываем жидкость, а с ершика стекают туда в этот поддон. Вот он сам такой силиконовый. И должна как-то здесь подаваться у нас с вами должны быть дырочки, жидкость для очистки унитаза. Но я не вижу вот никаких дырочек в самой вот этой вот головке. Сейчас будем проверять. Соберу его, залью средство для унитазов, фаберлик, вот это туда, и посмотрим. Собственно говоря, он выглядит, стоит хорошо, нормально, не заваливается, все отлично. Вот она ручка, длинная такая. И теперь заливаем средство. Это все дело выглядит вот так. Так, много вмещается, слушайте. Все, залила и крышечкой закручиваю фокус. Сейчас будем на примере ванной с вами пробовать, уже унитаз-то не буду показывать. То есть какого цвета жидкость, такого цвета ручка. Я вообще хотела, чтобы она была непрозрачная, но таких не нашла. Так, что мы делаем? Мы нажимаем вот на эту кнопку. На кнопку. Откуда? Где? Пока ничего не вижу, нигде не льется. Так, это не кнопка, это просто как бы вот здесь полая ручка, то есть под ней ничего нет. И мы его, грубо говоря, выдавливаем. Ой, вот откуда-то льется. А, вот отсюда. Вот отсюда, смотрите. В самой головке нет. То есть если мы ровно будем держать, то по идее жидкость попадает на ершик. Вот на сам. И все. Сейчас попробую почистить и расскажу. Вообще интересно. Интересно, красиво, стильно, удобно. Слушайте, ну хорошо, хорошо, очень достойно чистит. Я все на эти ершики не смотрела именно потому, что мне казалось, что силиконами не так не почистишь, как обычными. Нет, все отлично, все замечательно. Еще и за счет того, что средства в нем есть вообще прекрасно. Под ободком нормально. Они достаточно длинные вот эти силиконовые волосики. Поэтому нравится, нравится. Смотрится очень красиво, здорово, рада. Сейчас, девчонки, покажу вам еще интересные способы применения универсального очистителя бренд-фри. Я вам уже его не раз показывала. Восторженные отзывы и благодарности. Сейчас мы будем выводить с вами пятна с ковра. Я дошла ему много интересных на самом деле применений. Сейчас буду показывать. Раньше у меня любимые другие были средства для очистки ковра, потому что крестюшка его часто пачкает пластилином, фломастерами. Да вообще всем чем угодно. Красками и так далее, пюрешками. И я решила, дай, думаю, попробую. Ну, может быть, чудо какое-нибудь случится. Оно случилось. Девчонка в Телеграм уже показывала, поэтому сейчас покажу вам. Пластилин разъедает, фломастеры. Все, вообще все супер, все супер. Что мы с вами делаем? Нам сейчас нужно первым делом вскиптить воду. Что, собственно говоря, мы и сделаем. Поставлю чайник. Взять какую-нибудь тару. Я беру обычно кружечку. И насыпать туда ложечку перкарбоната. Чайник вскипел. Берем с вами ложечку очистителя Брэнд Фри. У меня уже вторая упаковка. Насыпаю в кружку. И заливаем кипятком. Потом нам нужна будет щеточка. Сейчас покажу, какая у меня. Где-то пол кружечки наливаю воды. Пошла реакция. Все шипит. Выделяется активный кислород, который будет загрязнение выталкивать наружу. Берем кружку, идем в зал к ковру. Вот такая у меня щеточка специально для этих целей. Берем влажную тряпочку, чтобы потом протирать место, которое будем обрабатывать. С вами целая коллекция пятен и пластилин. Есть и все на свете. Итак, поехали. Просто вот в этот шипящий раствор мы с вами окунаем вот так щетку. И вот таким образом обрабатываем пятна. Здесь у меня, наверное, шоколад и вот это вот пластилин. Вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Видите, уже все растворяться начинает. Можно вот так потереть. Все. Видите, как быстро. Поэтому я теперь это средство ни на что не променяю. Оно у меня в ходу. Очень часто. Вот так тряпочкой влажной протираем потом. Все. Так, дальше поехали. Что у нас тут еще интересного? Перемещаемся. Я вот так прям беру кружечку и погнала по ковру. Вот это я не пойму. От конфеты что ли? От сока что-то. Еще пластилин. Вот еще зелененький. То же самое. Все проделываем. На каждое пятнышко. Подробная инструкция, как использовать средства, есть на сайте. На сайте. В описании. В карточке товара, девчонки. Поэтому все расписано. Все можно посмотреть. Так, вот еще какое-то розовое пятно. Вижу. Так, смотрите. Хоп. Зелененького нету. Так, а тут я даже не знаю, что у меня было. Уже нету. Так, вот это я не обработала. Что это непонятно. Так. Вот, тоже отошло. Крисушек это у нас играется, да? И оранжевое. Оранжевое чуть, наверное, потяжелее будет. Но, тем не менее, оно тоже сейчас сразу практически. Видите, отошло. Так, розовенькое, маленькое. Оранжевое можно чуть-чуть добавить. Еще этот кусок прям пластилина будет. Все, все отлично. Опять вот так протираем влажной тряпочкой. Потом можно запустить пылесос. Если вы будете готовить пасту, можно готовить пасту. Тогда водички совсем чуть-чуть добавляем, да? Для очистки ковров и обилок, и мебели. То потом просто запускаем пылесос до остатки. Пасту убираем пылесосом. Так, сейчас еще найдем. Есть где размахнуться, девчонки. Сегодня вот желтое пятно от чего-то. Слайм. Шоколад, наверное, опять. Фломастер. И, несмотря на то, что реакция в кружке уже практически закончилась, средство будет работать так же идеально. Так. Слайм. Это даже не слайм, а воздушный пластилин. Слайм, мне кажется, даже легче убрать. В общем, я вот так раз в неделю, раз в две недели прохожусь по ковру. И красота. Тут зеленый фломастер нашла. Так. И где наш сиреневый фломастер? Так, все, теперь проходимся. С этого начнем. Нету. Так. Ой, тут еще какое-то розовое у меня. Что-то. Оранжевое. Нету. Так, это что-то у меня темненькое еще тут. Хоп. Нету. От шоколада вообще моментально убирается яркий вот пластилин. На несколько секунд дольше. А так все очень быстро, сами видите, на глазах. Так, сюда добавим еще немножечко. Где у нас фломастер? Вот фломастер сиреневый. Все. Розовое. Розовое немножко вытекнуло. Все. Нашла еще вот синенькое. Что-то, по-моему, тоже фломастер. А может и пластилин. Так, пока потрем. Пластилин. Вот так. И синенький. Да, это пластилин. Фломастер, они прям как-то тоже моментально отходят, а пластилин на несколько секунд подольше. Все. Идеально. Проходим все опять влажной тряпочкой как следует. Везде все вытираем. Вот еще пятна находятся по ходу действия. Зеленое. В общем, я вошла во вкус. Я сейчас весь ковер почищу. Потом будем с вами еще один интересный эксперимент проводить. Ковер почищен. Сейчас мы знаете, что с вами будем чистить сковороду и крышки. Я хочу замочить. Я хочу максимального эффекта достичь, потому что она у меня, в принципе, эта сковорода уже на выброс. Когда они у меня доходят до такого состояния, я их выкидываю, покупаю новым. Но мне интересно, на самом деле, провести эксперимент. Посмотрим. Нам нужен будет тазик. Я кипячу сейчас в трех кастрюлях воду, потому что ее понадобится много, чтобы погрузить именно в сковороду. У меня еще таз такой маленький, фаберлик. У него самого дно. Сейчас покажу основание. Оно узкое. То есть я не положу туда сковороду целиком однозначно. Придется наливать больше воды, соответственно. Средство абсолютно безопасное, гипоаллергенное. Бояться не надо, запаха никакого нет. Если вы полностью соблюдаете инструкцию, которая есть в карточке товара Валберис Азон, то все получается. Все прекрасно, все изумительно. Это, на самом деле, кристаллизованная сода с перекисью водорода, которая при реакции с водой 60 градусов и более выделяет активный кислород, и все сгрязнения расщепляются, выходят на поверхность, так скажем. Поэтому бояться не надо. Можно обрабатывать даже детские игрушки, детскую посуду, замачивать, мыть и так далее. Ничего плохого, ничего вредного в этом очиститель нет. Вот, водичка закипает. Плюс говорят, асфоберлик, ведь про что я говорил, то есть у него дно, оно узкое, поэтому сковородку не покрусишь. Вот она сковородка, показываю вам до. Она уже у меня поцарапанная, тут где-то. Вот, вот царапины. То есть уже, в принципе, на ней готовить нельзя, но мне хочется попробовать ее реанимирует. Вот так выглядит ручка, и вот так выглядит дно. Все равно, как за ними не ухаживаю, все равно вот это скапливается. Она прослужила верой и правдой почти год. Это очень тонкие сковородки, тефалевские, которые вот такую вот гадость очень быстро собирают. Да, поэтому вот, чтобы ее погрузить, мне, смотрите, мне практически до конца, ну, вообще, капец, налить воды. Поэтому я так много кипячу. И крышки. Так, крестюждай крышечку. Все крышки хочу положить, чтобы все отъело, чтобы не стоять, не заниматься ерундой, не чистить, чтобы положил, замочил, вытащил, чистая. Крышки уже, я уверена, это все отъезд. А вот за сковороду я не уверена, потому что очиститель брандфлет, конечно, сила, но тут совсем тяжелый случай, вот такие вот крышечки. Вот такая вот маленькая еще. Она, в принципе, нормальная, но кое-где пусть все отходит. Еще одна вот такая. Тоже не мешает ей придать лоску. Ходить можно практически с любыми материалами. Материалы, с которыми нельзя работать перкарбонатом натрия, есть в инструкции. Все подробно написано. Вода почти вся закипела, сейчас буду выливать в таз. Буду это делать прямо здесь, на кухне. Почему? Потому что, чтобы тяжести не таскать, здесь все это дело пусть лежит. Прежде чем вылить воду, мы насыпаем очиститель. Мне кажется, у меня тут ложки 3 минимума, это ложки неудобно играть. Почему? Именно так максимально работает средство. Замачиваете ли вы ткань, посуду, столовые приборы и так далее. Ой, мне неудобно набирать, девочки. Мне неудобно совсем-то одной рукой набирать. В любом случае, мы сначала насыпаем сам порошок, потом заливаем кипяток, потом кладем вещи именно в момент реакции. Именно в этот момент максимально активно выделяется кислород. Идет реакция, вы видите, дым, шипение. И мы погружаем сразу то, что нам нужно отмывать. Я вылила две кастрюли, я боюсь, сейчас просто реакция выйдет за рамки тазика. Нет, вот мы кладем посуду, она потихонечку утихает. Сейчас я буду еще водички подливать. Почти покрыла, но я пока не добавляю. Сейчас положу крышки, вода поднимется. Так. Так. И вот так. Крышки тоже не целиком погрузились. Надо нам их немножечко перевернуть. Если что, в процессе тоже поверьте. Видите, все равно из таза торчат. А с одной стороны удобный таз фаберлика, а с другой стороны не очень. Еще подолью водички сейчас. Три кастрюли у меня мои ушли, и крышки все равно не погрузились. Это ручка практически до конца, а крышки нет. Буду их в процессе переворачивать. Оставляю всю эту красоту. Минимум на час буду смотреть. Что еще, девчонки, сделать? Еще хочу немножко почистить трубы. У меня нет засоров, но они все равно могут образовываться. Я стараюсь профилактику соблюдать, нежели потом какие-то кардинальные меры принимать. Таким же способом мы сейчас будем с вами в сливное отверстие в раковине на кухне. Я это буду делать. Заливать, насыпать очиститель брендфри, и потом заливать кипятком. Сейчас кипячу еще водички, потому что все равно мелкие остатки еды, жир попадают. Это все там на трубах оседает. Особенно жир от тарелок, когда мы им посуду и так далее. Он скапливается. Вот именно он. Он может там такие комки потом образовывать, что лучше, конечно, делать профилактику. Знаете, что хочу делать, пока есть раствор? У меня Ксюшка красила волосы. Знаете, это краска для прядей детская. И испачкала мой дозатор на кухне. Он ничем не оттирается. Я его терла, терла. То есть, чтобы вы понимали, вот я тру, он не оттирается. Вообще, вот это вот розовое пятно, оно так и остается. Я хочу сейчас вот так здесь прям помочить тряпочку. И вот так сделать. У меня прям день экспериментов. Полы потом будем мыть. О, отходит. Так. Я прям промахиваю просто то, что горячее, конечно, все. Слушайте, отходит. Отходит. Сейчас нормально двумя руками протру. Еще вот здесь, видите. Ой, вра просто тряпочкой протерла. И красота, слушайте, вот. Так что всякие пятнышки выводить с поверхности. Можно вот таким вот образом тоже навести раствор. И тряпочкой. И тряпочкой все пройтись. И красота даже тереть там какие-то абразивы. Ничем не пришлось. За руки не беспокоюсь, потому что руки не повреждают. Все отлично. Все замечательно. Можно повертеть коровишки чуть-чуть. Ой, они уже с другой стороны чистые, я вижу. Опа. 35 минут прошло. Я решила деревянную лопаточку и до ручку попробую. А она уже все отходит. Дым. Смотрите. Ух ты, как здорово. Может мы сковородку в жизни не вернем. Супер. Так, теперь про раковину. Начинается эпопея. Мы с вами берем две ложечки. Ну, мне так хочется две. Опять мне неудобно. Одной рукой набирать, девчонки, прям неудобно. И высыпаем прям в сливное отверстие. Вот так. Насыпали. Вода закипела. Я беру аккуратненько. В кастрюльку. И выливаю. Вот так. Теперь у нас реакция в трубах будет происходить. Гадость всякая растворится. И через полчаса можно пользоваться раковиной. Сейчас хочу достать крышки. Минут сорок прошло. Тут прям хорошо. Крышечки пока промой. Посмотрим, что там со сковородой. Растворится. Крышечки отмыла. Как новые. Просто сполоснула с губочкой водичкой. И все. Просто ополоснула. Прелесть. Просто красота. Никакого налета. Все. Фокус. Абсолютно отошло. Очень здорово. Я так не люблю их тереть. Вот здесь. Вот когда скапливается. Внутри, возле этих железочек. Прям вот терпеть не могу. А тут замочил. Все отошло. И ничего тереть не надо. Ну что, смотрите, что тут происходит. Такая уже грязная мутная вода. Сейчас я ее вытащу. И потру. И посмотрим, какой она примет в вид. Мама. Пока вот так. Смотрите, девчонки. Показываю вам творческий свой процесс. Вот этой вот тряпкой тру. Вот здесь по периметру она была вся вот такая. И вот это все отходит очень легко. Вот то, что на металлической части, на светлое отходит тяжело. А вот тут. Я просто вам решила показать. А то там было плохо видно. Потому что сейчас этого уже не будет. Вот это вот все. И вот то, что на темной стороне отходит, очень легко. Вот тут, видите. Вот. Сейчас я это все от отру быстренько. Оцениваем результат. Что хочу сказать. Вот тут все очистилось. Вот тут все тоже легко отошло. Прям очень легко. По всему периметру. И здесь, на этой части темной тоже все отошло. Все отлично. Здесь слегка отошло. Не хотел поддаваться. Пришлось потереть абразив. Но сковородки Tefal я, конечно, их люблю. За легкость. За то, что можно что-то быстро обжарить. Именно обжарить. Но они тонкие. И покрытие у них, конечно, ненадежное. Они дешевые сейчас. Я за 600 рублей вот эту брала. И я попробовала вот здесь абразивом пройтись. И он царапает, видите, покрытие абразив сразу. Ну, такие сковородки. А так можно это все было бы очистить. Но я уже не стала. Потому что пусть она теперь послужит. Потому что выглядит она более-менее достойно. По сравнению с тем, что было. Мне очень нравится. Вот здесь все на темной стороне. Обычной губкой, без абразива, мягенькой стороной. Я все-все-все-все-все с легкостью оттерла. А когда уже пошла по вот этой вот металлической части. Видите, покрытие стирается. Потому что я не первый год уже пользуюсь этими сковородками. Я знаю, как они себя ведут. Я год пользуюсь за 600 рублей. Не жалко. И выкидываю. Может быть, два даже. Выкидываю и покупаю новую. Вот. Так что. Мне результат очень нравится. Орочек еще послушный. Закончили мы с вами эксперимент. Мне безумно нравится этот очиститель. Купить его можно на Вайлберрис и Озон. Ссылочку, как всегда, вам оставляю в инфобоксе под видео. Заказываю не первый раз. Вы сами все видите. Рекомендую. Алиэкспресс. Лучше после, чем никогда называется. Здесь новогодний декор. И просто декор. Это у нас дерево. Искусственная такая зеленушечка. На Алиэкспресс они дешевле всего. Так, как оно у нас стоит. Слушайте, ну симпатично. Мне нравится. Придумал, куда поставить. Ничего такое. Ссылочки оставлю. Так, да. Симпатично. Получшего только вставить. Я его не до конца, судя по всему, ставила. Ярко, зелено. Мне прям зеленушки дома. Я люблю очень. Само дерево вот такое. Пластиковое. Ну, интересно. Еще веточки можно подрасправить будет. Так прикольно сделано. Ну, вроде ничего. Они, кстати, вроде одеваются. Их, наверное, можно снимать даже и на другие ветки надевать. Если вам захочется дерево другой формы. Симпатичная. Симпатичная такая коробочка. Так. И лента, которая светится. Я плохо представляю, как это выглядит. Тут, наверное, нет батареек. Это вообще я хотела на елку, либо на венки. Но на елку точно нет такой. Не знаю, куда теперь ее деть. Что я теперь иду в области и покажу, как работает. Вскрыла. Батареек здесь не было. Надо вставлять свои. Но, по сути, мне кажется, это светодиодная лента, которую я покупала на елке. Просто она оформлена вот таким вот образом. Она здесь внутри проходит. Да, ее видно. Вот. Видите, обычно светодиодная лента. Она только вверху. То есть светится. По идее, будет только вот здесь. Горит. Ставила батарейки. Батарейки здесь вот такие. Они на всех светодиодных гирляндах идут вот такие. CR2032. И вот так вот она светится. По сути, я брала холодный свет, был разный. Можно было и тепло взять. Вот на таком расстоянии друг от друга находятся диоды. И вот так она светится. А длина ее... Можете, я даже не помню, 2 метра, что ли? Дара, наверное. Вот она прям такая длинная-длинная. Как ее обыграть? Не знаю теперь даже, куда ее примотать. Дерево совсем чуть-чуть расправило. И оно прям заиграло другими красками. Можно даже выгнуть там в любые стороны. Она вообще легко гнется. Распушить. В другую сторону веточки загнуть. Как бы без проблем вообще все так расправляется. И становится красивой такой сакура. На этом все. Мои хорошие, влог буду заканчивать. Все полезные ссылочки, в том числе на чититель бренд-фри в инфобоксе. Проходите, смотрите. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok